Всем привет, друзья! С вами Реалайз. Сегодня я решил продолжить серию видео, где буду рассказывать про каждый класс отдельно. Ранее мы уже разобрались, кто такие инженеры и танки. Если вы не видели эти гайды, то они будут в конечных заставках данного видеоролика. Ну а конкретно сегодня мы поговорим про класс Стрелок. Стрелком является абсолютно любой боец, на котором надето оружие и броня типа Стрелок. Основными плюсами данного класса является высокий урон и дальность атаки. Поскольку во время боя ваш Стрелок является самой дальней целью, то у него нет необходимости бежать в начале боя к вашему противнику. Он одним из первых начинает его атаковать, тем самым экономя ваше драгоценное время. В отличие от того же, например, танка, которому до цели нужно сначала добежать, только потом он начнет вносить урон. Стрелок имеет средний показатель брони и здоровья среди всех классов. Теперь давайте разберем основные атрибуты, которые необходимы для вашего Стрелка. Поскольку он является основным дэмэдж дилером, то на первое место у него, конечно же, встает урон. Поэтому старайтесь находить предметы с максимальным показателем урона, потому что это самое главное, что должно быть у Стрелка. Вторым важным атрибутом для Стрелка является Крит, потому что он тоже влияет на урон. Поскольку при срабатывании Крита вы наносите врагу двойной урон. Остальные атрибуты у Стрелка уходят на второй план, то есть основной это, конечно же, урон в секунду и Крит. Теперь давайте разберем предметы, необходимые для Стрелка, и начнем мы с оружия. В игре есть разнообразное количество возможных оружий для Стрелка. Это пистолеты, пулеметы, дробовики, винтовки. И все они делятся на два типа скорости атаки. Либо нормально, либо медленно. В чем здесь разница? Дело в том, что если мы рассматриваем два оружия, например, как сейчас на экране один дробовик, другой пистолет, они практически одинакового уровня, и оба они легендарные. То, как вы видите, на любом оружии, у которого будет скорость атаки медленно, у него урон в секунду будет больше. Даже несмотря на то, что здесь два стата, а здесь всего лишь один. То есть, если бы здесь был всего лишь один стат на Крит, урона было бы здесь еще больше. И на первый взгляд вам может показаться, что надев дробовик, у вас больше будет урона, поскольку здесь якобы урона больше. Но по факту все далеко не так. Все дело в том, что здесь скорость атаки нормальна, а здесь скорость атаки медленно. И несмотря на повышенный урон, пистолет будет стрелять чаще, соответственно, в базовый ваш урон он даст больше урона. Давайте посмотрим. Сейчас на мне надет пистолет, и у меня базовый урон 5900. Теперь я надеваю дробовик, и мой урон падает аж на целых 700 единиц. Таким образом, вам необходимо запомнить, что скорость атаки оружия напрямую влияет на ваш базовый урон. И это не только со стрелками, а абсолютно с любым классом. С этим мы разобрались, и теперь давайте поговорим о необходимых статах в этом оружии. Сейчас я вам показываю идеальный пример, потому что если у вас и должен быть один стат, то, конечно же, он нужен на крит, потому что крит тоже является основным атрибутом для вашего стрелка. Если бы вместо крита здесь был стат на уклонение, то, конечно же, это оружие не идеальное, но за неимением лучшего вам просто придется пользоваться этим оружием, потому что вы никаким образом не можете при изготовлении повлиять на конечные статы, поэтому сделать идеальное оружие очень-очень тяжело. Если бы здесь был второй стат, как, например, здесь, то у вас упал бы базовый урон. Соответственно, максимальный урон можно получить, если здесь вообще нету стата. Да, такие оружия бывают, то есть у вас сразу идет бонус, а стата нету. Теперь давайте поговорим про бонусы оружия. Самый первый бонус, который есть на вашем оружии, он является базовым. Что это значит? Это значит, что на любых пистолетах будет вот этот вот базовый бонус. Во время атаки снижает скорость передвижения атаки и цели на определенное количество процентов, действует определенное количество секунд. Он будет на всех пистолетах. На всех дробовиках будет бонус, при атаке есть определенный шанс нанести определенное количество урона от оружия по группе врагов. То есть этот бонус никогда не меняется, поэтому вам следует обращать внимание только на второй бонус, самый нижний, и отталкиваясь от него уже, делать выбор того или иного оружия. Лично для себя я считаю только два самых идеальных бонуса для оружия на стрелка. Первый, это при атаке есть определенный шанс оглушить противника на 2 секунды. Оглушение это самое идеальное, наверное, что есть в игре, потому что оно полностью вырубает противника на целых 2 секунды. Если у вас, например, там 3 стрелка и у каждого такое оружие, соответственно, вы будете постоянно станеть противникой, и он будет терять время, а вы это время экономите. Он стоит ничего не делает, а вы его расстреливаете, это очень удобно. И вторым по значимости бонусом является при атаке есть шанс определенный увеличить свой урон на определенное количество процентов, действует определенное количество секунд. Вот эти вот два бонуса являются самыми идеальными, и как только вы их встречаете, то останавливайтесь на этом оружии. По сути, неважно, какое у вас будет оружие, пистолет, дробовик, пулемет, либо винтовка, выбирайте тот, у которого самый нормальный бонус. В своем случае я остановился конкретно на этом оружии, потому что здесь хороший бонус и хороший урон, то есть урон больше, чем в дробовике. Если бы у меня не было пистолета, то я спокойно взял бы этот дробовик. С оружием мы разобрались, и теперь давайте перейдем к броне. Броня является тоже одним из самых главных факторов для стрелка, потому что здесь мы можем получить дополнительный урон. Поэтому первым делом, конечно же, обращайте внимание на урон. Данная броня является идеальным примером, какой должна быть броня на стрелка. То есть она имеет хороший показатель урона, второй стат у нее идет на крит, а не на уклонение. И самое главное, что она имеет один из самых хороших бонусов, который вы можете получить самостоятельно в мастерской. А именно при получении урона есть определенный шанс снизить урон противника на определенное количество процентов. А это значит, что когда умрет ваш танк, инженеры и противник дойдет до вашего стрелка, то при срабатывании данной брони вы снизите ему урон, соответственно, дольше будете жить и больше внесете урона, пока находитесь в живых. Но идеальную броню для стрелка можно получить только в магазине Мимоза, начиная, по-моему, с 62 уровня. Она выглядит следующим образом. Раз некоторое время воскрешается при смерти с определенным количеством здоровья. Это значит, что если у вас остался последний стрелок, например, и его убивает, он сам себя воскрешает. После этого он может попытаться добить вашего противника. Потому что часто бывают такие ситуации, когда остались стрелки, они друг по другу стреляют, и прям не хватает буквально пару ударов, и вы проигрываете. В дальнейшем в Мимозе у вас появятся артефакты, которые помогают противнику телепортироваться к вам за спину. И поскольку ваш стрелок является самой дальней целью, то его начнут первого атаковать, и если он умрет, то как раз вот эта броня на воскрешение поможет ему воскреситься и продолжить бой. Так что я ее считаю самой лучшей броней для стрелка. Теперь давайте поговорим про самый ужасный бонус для стрелка на броне. Он выглядит следующим образом. При получении урона есть определенный шанс восстановить себе определенное количество здоровья. Вот такая броня для стрелка категорически запрещена, потому что от нее нету никакого толка. Поскольку у стрелка больше нету предметов на восстановление жизни, и если добрались до стрелка, то значит, что и инженер уже у вас мертвый. Никто не сможет ему восполнить здоровье, и этот бонус попросту работать не будет. Поэтому если у вас есть такая броня и есть возможность ее заменить, то сделайте это поскорее. В дальнейшем в магазине мимозы у всех появится огромное количество разнообразной брони. Там есть много идеальной брони для стрелка, но о ней мы поговорим позже, когда она у нас будет на руках. Ну а теперь мы переходим к украшению и начнем мы с кольца. Здесь все предельно просто. Кольцо должно быть на обычный урон. То есть, если здесь будет кольцо на энергетический урон, то, соответственно, этот урон не будет работать на стрелке. Если у вас кольцо легендарное, то остальные два стата в любом случае будут накриты на уклонение. Последний предмет на сегодня, который мы разберем, это амулет. И сейчас на своих экранах вы видите плохой амулет для стрелка. Все дело в том, что у меня просто нет другого амулета и мне пришлось его надеть хотя бы за того, что здесь есть здоровье и хоть какая-то энергоброня. Поэтому идеальный амулет для стрелка выглядит вот таким образом. У него есть показатель брони, энергоброни и показатель здоровья. Так что старайтесь надевать на своего стрелка те амулеты, которые не имеют показатель энергозаряда. Но, к сожалению, на это никак нельзя повлиять. Поэтому все, что вам остается, это надеяться на удачу и ждать, когда вам выпадет идеальный амулет. На этом я буду заканчивать свой видеоролик. Если у вас остались какие-то вопросы по данному классу, то задавайте их в комментариях. Увидимся с вами в следующих видеороликах. Всем, друзья, удачи. Всем пока.